Очень важное видео по просьбе моего знакомого, который работает депутатом в Арцахском парламенте. К счастью, у меня есть несколько человек, которым я могу доверять, которые доверяют мне. И он очень взволнованный был, когда звонил мне час тому назад и попросил меня передать некоторые важные вещи, для того, чтобы наши подписчики понимали, что происходит в Арцахе. Вчера, сразу же после пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашняна, российская сторона в Карабахе связалась с арцахскими парламентариями, чиновниками, военными и потребовала начать сильнейшую информационную атаку, в том числе в виде заявлений парламента против армянской власти. Конкретно, дословно называть давачан, предатель премьер-министра, то есть обвинять в предательстве Армению, армянскую власть. Россия категорически против подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. И нужно понимать, что то, что вчера сказала после своей встречи Арцахское национальное собрание, это требования русских. Я также напомню, что на протяжении последних 28 месяцев Россия чистит в буквальном смысле мозги армянским чиновникам в Карабахе, генералам. Конкретно, вот меня просил депутат Арцахского парламента передать, что последние два месяца российские службы распространяли среди арцахских чиновников и военных слухи, что Азербайджан после подписания мирного договора вас арестует, что азербайджанские спецназовцы арестуют арцахских командиров, генералов. То есть вот чем заняты русские в Карабахе, они пугают до смерти арцахских чиновников и военных и угрожают им тем, что их арестуют азербайджанцы. Соответственно, напомню, что после этой пресс-конференции вчера мы заметили активизацию левых анкет в массовом порядке в социальных сетях. Сегодня я как минимум 14 анкет обнаружил, которые ведут русские мужчины и женщины, работающие в российских компаниях Армении. То есть русские парни и девушки, джентльмены и дамы создают левые аккаунты в Фейсбуке, пишут армянские фамилии и имена. И конкретно сегодня был приказ дан фейковым страницам массово сбрасывать в мессенджеры к армянам видео и фото из 44-гневной войны. А русские напоминают массово по всему Фейсбуку армянам. Посмотрите, как вас убивали азербайджанцы. То же самое будет снова в Карабахе. Но вот что я хочу сказать, что у России есть план. И мы должны задать себе вопрос, а чего добивается сейчас Россия? Рассказываю стопроцентную информацию, чего хочет Россия. Россия хочет, чтобы Армения вошла в состав России. Для того, чтобы Армения зашла в состав России, необходимо, чтобы была новая война. Чтобы тысячи и тысячи армянских парней снова погибли. Для того, чтобы была новая война между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией, необходимо, чтобы мирное соглашение не было подписано. В этом случае Россия карабахских командиров и карабахских военных, карабахских чиновников спровоцирует на боевые действия с Азербайджаном. Это позволит Азербайджану и Турции занять частично, может быть, большей частью Синюкскую область и занять Зангезур. Занять Зангезурский так называемый коридор, который на самом деле интересен России, а не Азербайджану. Вот чего хочет Россия. Поэтому Россия делает все возможное, чтобы мирный договор не был подписан. Если мирный договор будет подписан, тогда Россия не сумеет этот план привести в действие. Еще раз напомню, что план, стопроцентный план России, это чтобы Армения вошла в состав России. Но для этого России нужна новая война между Арменией и Азербайджаном за Синюк и Зангезурский коридор. Эту войну могут подарить только арцахские чиновники России. Вот о чем сегодня думает Россия. Собственно говоря, сборище этих подонков, которые за деньги, говорят, что они родители погибших, на самом деле они за взятки выступают против Пашняна. Они работают на России, на Кочаряна. Они вот в этой, скажем так, линейке провокации. Будьте внимательны. Поверьте мне, что сейчас крайне важно быть всем сплоченными. И Россия, которая опозорилась на весь мир, решила теперь еще захапать Армению. Мне ничего не выйдет из этого. Очень жаль, что карабахцы испокон веков идут на поводу россиян и за деньги выполняют их приказы. Но Всевышний будет на стороне Армении.